Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». На прошлой неделе мы гостили у Юрия Трубина и его супруги. Но как уместить в 10 минут все то, что оказалось в объективе видеокамеры? Продолжаем знакомство! В прошлый раз мы вспомнили, какими старинными вещами пользовались наши прадеды, познакомились с будуаром для внучек Юрия Трубина, удивительными постройками и скульптурами и остановились у самой необычной двери. И это уже работа Трубина-младшего. Вот это, видите, остатки крестов и так далее, это то, что здесь обнаружено на поле Картоносово. Вот там сейчас поле. Андрюха иногда вот эти вещи раскапывает, видите? Была такая вещь. Ну, два направления. Первое. Люди, чтобы изменить свою судьбу, ломали крест и выбрасывали. Понимаете, вот многие кресты сломаны. Это первое. Второе. Для плодородия, где-то я читал, но это уже больше как бы к язычству относится, но для плодородия тоже кресты выбрасывались или закапывались там в огородах где-то и так далее, и так далее. На вопрос, как все начиналось и кто первым обнаружил у себя талант, Юрий Трубин предпочитает отвечать только с юмором. Что молодые журналисты нередко принимают на веру. Иногда это выходит боком. Этот мир всегда урок чистописания, считает мой собеседник. Он вообще предпочитает говорить прямо. Есть внутренний позыв создать свой, не похожий, ни на чей другой мир. Я сам, кстати, родился в Севастополе. Но я Севастополь абсолютно не помню. Единственное, что помню, как ишаки съели белье, которое висело там на какой-то штыке. Затем они переехали с папой в Германию. Это суровость отчасти заслуга родителя. Оккупационные войска. Папа у меня в СМЕРШе работал. Он слукавит, если скажет, что все это построил ради жены, детей или, упаси бог, ради одобрения других. Нет, конечно. Конечно, я с удовольствием выслышаю мнение. Мне нравится, когда мои супруги нравятся, моим детям нравятся. Но, по большому счету, я это делаю не для них. Если вещи называть циничными своими именами. Оглянувшись вокруг, понимаешь, красота и правда способны спасти мир, когда искусство помогает забыть неурядицы. Вот, казалось бы, обыкновенные уприжи, оставшиеся от забытой профессии шорник. Это человек, которого сегодня назвали бы берейтером. Некоторые уприжи даже теперь вызывают недоумение. Кстати, предметы советского времени часто используются мастерам в скульптурах. Взять хотя бы мотоцикл-бар. Вот открывалка. Видите? Вот там, видите, ящик из-под молока. Помните молочные ящики? Дзен-дзен-дзен-дзен. Ящик пива. Здесь пиво. А здесь вот эти штуки сделаны. Просто сейчас они убраны. Длинные такие зеленые фужеры под пиво. А вот и эта достаточно монументальная конструкция, украшена обыкновенными кусочками или, скорее, даже осколками плитки, которые часто декорируют фасады высоток и общежитий. При таком маленьком колесе убожеств, скажем там, цветов, растяжка по цвету получилась очень даже не слабая. Многие из таких задумок украсили обложки глянцевых журналов, как лучшие идеи по оформлению интерьера и экстерьера. Например, домик с обаятельной бабой-ягой, которая встречает гостей на крылечке. Вперед! У нее за поясом оранжевая веревочка. Этот домик он строил, чтобы спать в нем после бани. Но было только два раза, признается Юрий Трубин. Теперь тут с удовольствием почивают гости. У меня в Рязани был прекрасный офис. Вообще суперский. Это осознала такую организацию, Творческий союз назывался. Хорошие художники такие нормальные. Там Олег Седов мне делал скалод, который памятник Киевпатию Калаврато. Ко мне люди приходили туда отдыхать, сидеть и отдыхать. Вот такая. Там ковка, картины. Ну, сколько я продержался? По-моему, год или чуть-чуть. В 80% времени, 90% времени уходит на пустой разговор. На пустоту. И ты там сидишь и выслушаешь всякий бред, который тебя несут. И ты же должен как-то реагировать. Во времена тотального дефицита их таланты помогали заработать на хлеб с маслом. Вместе с супругой они возили необыкновенные работы на московские выставки и ярмарки. Инесса Ивановна предлагала покупателям необычные платья с кружевом, шитьем, аппликацией. Даже работая на производстве, она не бросала свое увлечение. Я была в ударе, я остановиться не могла, потому что это шло действительно очень хорошо. И подстегиваем еще теми художниками, которые были профессионалы. Это ведь у меня не профессиональное образование. То есть это, можно сказать, самоучка в этом деле. Потом Юрий Александрович сказал, все, бросаем Москву, хватит нам этого бомонда, уезжаем в лес, уезжаем под грибы жить. Он говорит, я себя всегда представлял, живущим где-то в лесу, под маленькой кочкой, за грибом спрятавшись. Пока муж строил их семейное гнездышко, она создавала в нем уют. Появились лоскутные одеяла и необычные куклы. Даже наряды, в которых они встречают гостей, тоже своего рода эксклюзив. Вы делаете вещь, пускай она будет для вас обережек, но в то же время она должна быть веселой. Даже та же кукла, которую вы накрутили из трех тряпочек, она должна вносить какую-то радостную нотку в вашу работу. Они вместе уже неприлично давно, шутит Юрий Александрович. Мне исполнилось только 20 лет. 20 лет, то есть 45 лет. Да, 45 лет. 45 лет. И мы очень рано родили ребенка, очень рано. Поэтому у нас такой прекрасный, замечательный, большой. Сын Андрей не стал размениваться на получение ненужных специальностей. Своё первое и заслуженное признание он заработал ещё будучи школьником, когда пришла заказчица и из всех работ, в основном родительских, предпочла купить именно его. Тогда он заработал свои первые 100 рублей. Он сказал мне замечательную фразу, которую я запомнил. Пап, я воспитался на борьбе с тобой. На создании вот этого синего персонажа Юрия Александровича вдохновили две пары детских сандалий. А это панно из старых клубков и ниток. Иди вот сними вот это. Тут полностью отражён женский характер. И всё ещё сделана женщина. Серьги у неё замечательные. Полностью суть женщины. И главный голос замечательный. Голос вообще чудо. Бог в мелочах, говорит мой собеседник. А если о крупных заказах, то один из них, несомненно, знаменитый московский ресторан «Ермак». Я это строил ресторан с Мишей Раткиным. Интересная очень история. Вы говорите, как находят заказы. У нас была кузница. Чем-то мы ещё там занимались. И дела у нас с линией очень хорошо. Ну, просто не очень хорошо. Мы нашли какое-то объявление. Что то ли сруб нужен, то ли что-то в Москве. Мы на последние деньги. Обратите внимание. На последние деньги. Я, Миша и Инесса. Поехали в Москву. В районе парка культуры. Парка культуры. Мы эти деньги благополучно проели. Там были маленькие такие кафе в русском стиле. Проели. И пошли по этому адресу. Он где-то там за французским посольством. Там какие-то знания. Короче, мы туда приходим. Там сидят два мужика и говорят. Слушай, ребят. Тут есть ребята, которым нужно сруб поставить. Вообще им ресторан нужно поставить. И они не знают, как к чему обратиться. К кому обратиться. Естественно, к нам. Хотя у нас опыта такого большого этого строительства не было. До них это место было дыркой в земле. Один котлован. За пять лет выросли удивительные своды. Добавились керамика, ковка, гобелен. Мы ездили туда практически каждую неделю. У нас там работали люди. Когда мы построили основное здание, потом мы еще поставили над Москвой рекой платформу. По-моему, она 7 метров. На 40, над водой. И на ней еще открыто ресторан поставили. И мало кто знает, что удивительные скалы и водопады – работа рязанского скульптора Олега Седова. А многочисленные столбы рубились прямо здесь, в рабочем павильоне. Из чего ты в основном состоишь, то тебе и близко. Все очень просто. А если кто-то заглянет в гости, и ему тоже станет хорошо от увиденного, душа радуется вдвойне, добавляет Юрий Трубин. За себя могу сказать – это была одна из самых лучших и красивых экскурсий. А хозяйке отдельное спасибо за подарок ручной работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова